Культ поход В эти выходные будет в Кирове происходить А в августе мы с тобой опять будем Искать гостей и спикеров Потому что все разъедутся Все разъедутся Ну может быть в этом году будет немножко по-другому Может быть не все разъедутся Учитывая как сложно сейчас покупать билеты Ужас Ну ладно, это мы отвлеклись А говорить мы сегодня будем о нашем городе Который, да, да 26 июня Воскресенье Просто заполнится какими-то событиями И еще об одном событии мы сегодня будем рассказывать Помимо того, что в парке Аполло будет прекрасный фестиваль Вятка река Помимо велопарада Да, да, да Еще в 16.00 в Кирове состоится спектакль Премьера спектакля Будущее прошедшее в настоящем Этот спектакль обозначен как архитектурный спектакль Я первый раз слышу такое определение Сейчас будете рассказывать, что это Да, да, да Сегодня у нас в студии авторы, соавторы, создатели этого спектакля А по очереди представляем Ирина Брежнева Здравствуйте Да, здравствуйте Бельнара Как мы Ирину представим? Автором спектакля Мария Да Нет, я один из создателей Один из создателей То есть что Я можно сейчас быстро Конечно, конечно Коли уж заговорили об авторстве Наша задача была попробовать работать Настолько в параллельных взаимоотношениях Создавая этот спектакль Чтобы каждый мог в нем реализовать свои какие-то представления о том Какой он должен быть Поэтому здесь у нас нет какого-то такого главного ведущего лидера У нас такая команда единомышленников, мне кажется, вот так Да, только я уточню, не в параллельных, а как раз в совместных То есть в общих Они параллельные, чем как что Они просто вместе слитные, идущие, по идее Я хотела сказать горизонтальные, сказала параллельные Немножко не приземлилось Мы разобрались бы в конце В течение программы Мария Русинова еще у нас в гостях Координатор фестиваля Томсуэр фест на Вятке И Гульнара Гарипова, которая сегодня выступает В двух ипостасях в этом часе выступает И как ведущая, и как соавтор спектакля, и как постдраматург Да, дело в том, что Что такое постдраматург? Постдраматург это тот человек, который мыслит не только текстами Не только словами, и пишет не только пьесы А собирает спектакль, используя вообще весь возможный инструментарий То есть звук, движение, пространство То есть оперирует не только словами, но и всеми остальными возможными Инструментами Чувственными инструментами, да Марии, мы не дали Марии поздороваться, я не дала, перескочила Приветствую всех Да, Томсуэр фест, как тут вообще спектакль, как затесался Томсуэр фест? Он не затесался, он инициировал практически создание Мы выиграли очередной грант наконец-то с Еленой Кустовой, который называется «Деревянные кружевые вятки» Мы это вы с Еленой или мы это центр русской культуры и письменности «Мир» Да, и позвали девочек поучаствовать в этом гранте Еще не зная, будет он у нас или не будет Мы все это предварительно обсудили Они сказали «Да» И мы выиграли и делаем Дело в том, что, да, Маша и Елена сразу же сказали о какой-то теме, которая их волнует То есть исчезающие деревянные дома, вообще исчезающая старая вятка И это настолько попало в тот момент и в Рину, и в меня И вот этот момент хрупкости, исчезновения, какого-то бережного отношения к истории И возможности какого-то продолжения его в будущем Это было настолько близко, что мы сразу согласились Еще не знаю, что нас ждет потом в итоге Во что это превратится? Во что это вылится так? Да, 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 да Вот, и да, мы согласились И потом уже, когда стало известно, что грант одобрен Мы приступили к работе именно вот в том формате, как обозначила Ирина В формате горизонтального взаимодействия, соавторства Мы и создали, то есть нет такого, что я пишу тексты, Ирина ставит, например, пластику Девочки занимаются историей Мы изначально вместе на каждом этапе, чтобы понимать друг друга Чтобы понимать, кто из нас что чувствует в этой тематике Так и двигались И получился такой очень сложно сочиненный и многослойный спектакль Но он еще не получился, он будет 26 июня Он уже получился, просто его никто не видел, кроме вас В нашей фантазии он точно получился, в нашем воображении Причем у каждого свой В том-то и дело, что у каждого свой Кому-то близки какие-то красивые философские концепции, как мне, например Они там тоже есть, но я не буду грузить ими слушателей, зрителей и всех, кто придет И с авторов тоже старалась не грузить, но они присутствуют, о них никто не знает Например, красивая концепция Мишеля Дассерто Пошло погружение Пошло погружение в умные книжки У него есть прекрасное противопоставление карты и маршрута То есть до определенного момента в Средневековье А карт как таковых в нашем нынешнем понимании не существовало Было описание маршрута, в основном для паломников Например, вы идете до такого-то населенного пункта Там у вас молитвы, потом через два дня вы поворачиваете по направлению к Солнцу Идете еще что-то То есть это было описание пространства через движение, через ход Через то, как ты движешься по земельке А карта, появившаяся позднее, она стерла все эти нюансы Она стерла движение, она стерла перемещение И остался только взгляд сверху Да, он охватывал уже всю территорию, он охватывал все пространство И была возможность зафиксировать Но пропадали вот эти детали, пропадало движение, пропадала, собственно, человечность И вот как раз на этом противопоставлении карты и маршрута У нас во многом строится, во-первых, музыка, которая там будет присутствовать А во-вторых, само перемещение У нас будет великолепная карта, которую Маша создала И по карте старинного города, по карте старинной вятки Мы будем двигаться, то есть по карте прошлого Мы будем двигаться в настоящем, предвосхищая будущее Маша, может, подробнее расскажешь про карту? Да, я вот ее вижу У нас, к сожалению, сейчас нет видеотрансляции Но мы можем сфотографировать ее и выложить потом на нашем сайте Как раз в том разделе, где будет программа сегодняшняя Чтобы можно было познакомиться, что она из себя представляет Это такой вот, ну, как путеводитель, так сложенный в трое листочек И на нем карта нашего города Это программка Программка Это спектакль, соответственно, должна быть Но и карта Но она такая умная такая программка, получается Да, в ней все есть И карта, и карты, и описания, и фотографии Вот Ну, я вообще могу, конечно, бесконечно рассказывать про этот спектакль Но мне хочется все-таки Машу попросить Подождите, подождите Я все-таки вот от карты хочу оттолкнуться Я вижу просто огромный список авторов спектаклей Помимо тех, кто здесь присутствует Да, там еще, наверное, человек 15 Но первым почему-то в этом списке идет город Вятка Авторы спектакля – город Вятка Потому что этот спектакль имеет непосредственное отношение К такому театральному жанру, как сайт-специфик Сайт-специфический театр предполагает, что спектакль проходит в определенных городских пространствах Ну, не обязательно городских, это может быть и деревня, конечно Вот, и пространство не является То есть это под открытым небом Да, да, да И пространство при этом, что важно, не является локацией Ну, каким-то, простите, тупым местом А оно является именно автором Оно является именно уже каким-то актором, участником Без конкретного дома, конкретной улицы Конкретной истории, связанной с ним Данный спектакль невозможен Он невозможен нигде больше Только вот в этом месте Да, 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 абсолютно ни в каком другом месте И поэтому, естественно, город Вятка, он является самым главным автором этого спектакля Все, переходим к Марии Да, немножко вернемся к началу Собственно, вопрос был первый, когда мы приступили к работе над спектаклем А что болит? О чем делаем? Зачем делаем? То есть театр — это все равно очень чувственная такая материя И концепции — это прекрасно, да? Хотя для меня они тоже абсолютно чувственные Но тем не менее отталкиваемся от какой-то все-таки болезни, от точки От какой-то недостачи То есть художник видит какую-то определенную недостачу, непроговоренность И уже потом рефлексирует, отталкиваясь от этого Вот, Маша, расскажи, с чего, какая боль, с чего все началось? Конечно, у нас основная боль — это город, который мы теряем Город, который пропадает И в первую очередь это деревянные дома Которых из 900 у нас осталось только уже 97 Поэтому мы хотели... Ничего себе, это за какой период? Из 900, ну это на начало 20 века До революции было 900 домов Осталось 99, и вот за время, как вот выставка у нас идет Да, немножечко еще Отвлекусь, 99 деревянных домов выставка, да Изначально называлась и двух уже нет 97 уже получается То есть за два месяца, да? За месяц За месяц два дома исчезли Ну и вот поэтому болело и болит давно О том, что люди не видят этот уходящий город Люди видят другое И хотелось привлечь внимание Не просто привлечь внимание, но и попробовать изменить ситуацию Ну это уже следующий этап, да? Вначале, чтобы люди посмотрели по-другому на город И потом этот город стали, да, может быть, преображать Может быть, ну там слово восстанавливать, наверное, неправильно А как-то участвовать в том, чтобы сохранить уходящий город Как Ирина, да, написала недавно у себя в посте Как раз об этой теме, о теме города О том, что мы делаем третий спектакль уже в городе И можешь сказать, как ты написала? Или по-другому? Как раз об этом отношении к городу То есть Ирина написала, что вот уже с третьим спектаклем, который делается в городском пространстве Можно сказать, что да, я люблю этот город Но эта любовь связана с грустью, но тем не менее Ну да Ну получается, да, получается, любовь такая Даже, я бы сказала, не с грустью, а с болью Да, ну что, погрустили? Давайте теперь расскажем, как у нас всё-таки будет строиться В принципе, спектакль Немножко как-то подготовим зрителей к тому, что будет происходить То есть это определённый маршрут Давайте чего я-то всё говорю, Маша, Ирина, рассказывайте В какой части, почему именно эта часть города выбрана? Ну давайте я начну, потому что, почему мы выбрали именно эту часть Хочется сохранить город, не просто отдельные дома, как у нас сейчас есть Давай на секундочку скажем, что спектакль стартует с адреса Орловская 23 То есть это мы собираемся между домами по адресу Орловская 23 и 27 Да, там есть такой небольшой скверик внутри двора И мы всех зрителей ждём и приглашаем к 16 часам к этому месту И почему... Продолжи, пожалуйста, почему именно это место, эта улица? Улица Орловская Мы будем путешествовать по улице Орловской, где ещё сохранились... Сохранился как-то новое такое слово, кластер деревянных домов То есть они не стоят точечно в городе, да, среди вот этого вот огромных этих вот каменных монстров А они расположены рядышком, они ещё есть То есть ещё пространство сохранилось, то, которое будет? Сохранился, ну, по сути, квартал деревянных домов И поэтому вот нам хотелось показать именно этот квартал И мы хотели, вот у нас всегда была мысль этот квартал сохранить, восстановить И как-то его воссоздать по новой Поэтому именно вот этот маршрут и взяли А какая жалость, да, что вот ни у кого руки не доходят сделать, как в Иркутске Взять всё-таки вот какой-то сохранившийся кусочек старой вятки Ни один дом, ни два, и сделать там что-то Какое-то, не знаю, там, точку притяжения какую-то, куда можно было бы Ну вот, может быть, наш спектакль, это будет началом притяжения к городу Туда, мне кажется, можно было бы вообще ввести всех Вот все наши активности городские там могли бы сосредоточиться И туда можно было бы приходить И это было бы такое большое творческое пространство Где каждый день бы что-то происходило интересное Ну, мы начнём и дальше Ну, кстати, в спектакле есть вот эта линия, то, о чём ты говоришь Вот это продуктивное творческое воображение того, что могло бы быть в прекрасном городе будущего Она тоже в спектакле присутствует Но, опять же, не в буквальной форме, а в определённой отрефлексированной театром форме Но вы всё это услышите и увидите Это такая будет прекрасная утопия тоже присутствовать Итак, начинайте вы на Орловской, 23, это в 16 часов, в воскресенье Можно я немножко расскажу, что сейчас, если вы действительно желаете принять участие в этом спектакле То вам необходимо пройти регистрацию Потому что так просто, вы понимаете, что мы не можем контролировать И чтобы все люди всё увидели и услышали на улице То есть это всё равно какое-то определённое количество людей должно быть Поэтому есть у этого спектакля регистрация И ограничения, да, по количеству зрителей Потому что если придёт 100 человек, мы, к сожалению, не сможем полноценно всё представить Поэтому там ограничения на регистрацию Где можно найти, кстати, эту регистрацию? Ссылочку на регистрацию в группе ВКонтакте Во всех группах ВКонтакте Тонсорфес, да Какие ещё, Маша, какие ещё у вас группы? Ну, Центр русской культуры Письменский мир Да, 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 во многих новостных пабликах и на страницах ВКонтакте у меня и у Ирины Есть эта регистрация Там есть ссылочка на неё Да, регистрация на таймпейде Да, я даже могу так, пользуясь служебным положением, сказать, что будет и в пабликах нашей, собственно, группы Нашей радиостанции будет новость, связанная с этим спектаклем И там будет тоже регистрация указана Поэтому, пожалуйста, приходите Если вы не успеете зарегистрироваться на 26 июня То можно подойти на второй показ 23 июля И будет ещё третий, но мы, к сожалению Но пока неизвестно дата Неизвестно, да Но это, видимо, где-то в августе будет Потому что это же мероприятие на улице То есть погода ещё должна А может, кстати, в сентябре, когда красиво будет в нашем городе Там холодно Ну, золотая осень Прогуляться приятной осенью Но вообще, когда делается такой, собирается большой проект С большим количеством участников Каждый из которых имеет свою занятость, своё расписание То есть это не единый коллектив Всегда самая большая проблема — это понять, как... Собрать всех вместе Да, совпасть во времени и пространстве Это важный момент, потому что... В этом плане, да, у нас просто... То есть не проблема его повторять, проблема именно собраться То есть вот почему... У нас просто у Маши открылись гениальные способности Администратора, продюсера, менеджера Завтруппой, завпостом, который... Ну, обычно в нормальном театре есть все... Все эти люди Все эти люди, да Люди разные Здесь этих людей, к сожалению, у нас нет И Маша взяла на себя какой-то гигантский труд По тому, чтобы организовать весь этот сложный, действительно, процесс с очень сложными людьми В общем, нужна регистрация Если вы опоздаете, если вы не прямо сейчас побежите регистрироваться, опоздаете И вам вдруг не хватит места, потому что количество ограничено Вы можете в июле этот спектакль увидеть Или следить за анонсами, найти, дождаться той даты, которая будет обозначена И записаться уже там Если вдруг вы в июле уезжаете, например, в отпуск Да, да, да Итак, значит, Орловская, 23, 16 часов Оттуда все стартует и дальше Стартует спектакль «Будущее, прошедшее в настоящем» А еще почему... А название это такое? Хотела еще рассказать, почему такое название Да, дело в том, что близкий друг почти уже год назад Написал текст, который мне очень нравится И он обнаружил недостачу в русском языке Такой грамматической формы, как «Будущее, прошедшее в настоящем» И там по тексту идет такое Что, ну вот, архитектор говорит, я строю дом Хотя на самом деле подозревают Я строю дом, который через 50 лет будет разрушен То есть сейчас я строю будущую руину Или, к примеру, автор дневника пишет Боже мой Или автор дневника, к примеру, пишет Настоящее безоблачное, будущее туманно Подразумевая при этом, что сейчас я счастлив Но понимаю, что через 10 лет я буду с лоской вспоминать То, что сейчас происходит, как лучший период своей жизни И то есть вот это вот постоянное совмещение различных времен Прошлого, исторического прошлого Будущего, о котором мы мечтаем Которого мы хотим Но которое неизвестно наступит или нет И мы хотим каким-то образом привнести туда то, что сейчас происходит И наше существование сейчас в нашем спектакле, в настоящем Это именно то, что схватывает То есть вот это название, оно очень точно, как мне показалось Схватывает всю суть нашего спектакля Поэтому вот оно такое и осталось Я опять много говорю Так, возвращая у тебя такая И приходим, Гульнар, к нашим гостям Вот, я тут еще и ведущая Не пользуйся своим служебным положением Поэтому да Пользуйся, пользуйся, Гульнар Давайте, дорогие гости Раз совпало и ведущая на радио и автор спектакля То ну что делать? Ну как, вот все, давайте к гостям К гостям, которые гости Аня, задавай нам вопросы А я уже среди раз его задаю А какой, какой? Орловская, 23, 16 часов Там все стартует, а дальше? А дальше мы идем Ирина рассказывает Дальше твой выход будет Вот мой выход, да Так, мы идем На самом деле мы попытались сделать, чтобы в этом спектакле было все и движение, и музыка, и текст, и вот это взаимодействие живого и уже как бы записанного, то есть что становится уже каким-то воспроизведением живого То есть памятью, архивом И это все есть в спектакле, соответственно, мне не хочется раскрывать все карты, Гульнар там написала, что Ирина Брежнева не хореограф где-то там вот, и в этом спектакле я именно не хореограф, потому что хореография это какая-то фиксация движений Как ни крути Здесь нет никакой фиксации, здесь есть, опять же, каждый из участников, если мы говорим сейчас о тех перформерах, которые будут здесь в этом спектакле Каждый из них точно так же пропускает через себя, как вот мы все, ту локацию, в которой он находится И пытается телесно прожить и отразить данное место Так же точно как музыка, то есть музыканты, те, которые будут так же точно звучать, то есть они будут голосом тех домов, с которыми мы работаем Они точно так же пытаются через себя, через свой музыкальный инструмент, через свое ощущение этого пространства воспроизвести музыку каждого из этих домов Может быть не музыку, а просто, что-то будет просто там звук этого дома, да То есть какая-то такая история, то есть я не знаю, что еще об этом рассказать Если мы заговорили про звук, то можно сказать уже, да, что действительно музыканты и перформеры, действительно, каждый как-то рефлексирует по отношению к каждому из домов Я правильно понимаю, что вы будете перемещаться в пространстве, то есть зрители и авторы спектакля Прогулка Это будет такая прогулка по городу, и будете останавливаться в определенных локациях, и там что-то будет происходить У конкретных домов, которые отозвались какой-то болью, каким-то чувством у наших участников Вот скажем, первый дом, возле которого мы останавливаемся, его почувствовал Дмитрий Ефремов, один из наших музыкантов, контрабасист И он сразу понял, про что будет звук, про что будет музыка этого дома Я прямо вот не могу не спросить, конечно, у Марии, а вы как-то список какой-то давали, да, участникам спектакля Вот из тех домов, которые мы потерять можем, да, в ближайшее время, или каждый сам выбирал? Нет, мы не список, мы ходили по городу и смотрели, и то, что было и нам близко, и получилось вот девочкам И мальчикам Да, и совпало у нас это все вот таким образом То есть, ну, опять же, почему мы выбрали, потому что они вот, ну, все-таки вот Они в пешей доступности друг от друга И есть, и они рядом стоят, то есть, допустим, вот дома Лебедева мы ведь тоже ходили Но вот они там два дома стоят, все А вокруг нет, да, других? А вокруг ничего нет, и, соответственно, хотелось немножечко больше Больше компактности какой-то, да? И большего количества объектов Больше количества объектов, может быть, да И возможностью маршрута, потому что это важно Мы своим телом будем следовать изгибам городского текста То есть, мы будем читать город, проходя по нему Очень сейчас это звучит поэтично Ну, потому что, если бы это был один дом какой-то, да, который Есть таких много домов, мы смотрели на вот первую экскурсию, которую Лена Кустова и Маша нам провели Тут нужно было бы заходить внутрь или каким-то образом бродить вокруг него Это гораздо меньше возможностей для какого-то знакомства с городом, где, в отличие от того, что сейчас у нас, это получается несколько улиц Две улицы, ну, почти... Задействована, да, больше количества Практически целый квартал получается, да Так, ну вот, вы будете перемещаться между локациями, останавливаться, и там будет что-то происходить Вот на этом я остановилась, да Это Гульнара рассказывала, как один из спектаклей просто почувствовала У каждого из домов, которые там будут... Некоторые будут присутствовать в спектакле, но они не станут, скажем, там, самыми главными точками А некоторые прямо будут именно местом действия То есть, мы сразу говорим это количество? Нет, мы не говорим Я хотела задать вопрос В общем, это несколько домов, вокруг которых будет происходить действие И то, о чем говорила вот Ирина, кто-то из музыкантов там почувствовал, например, какой-то звук И в итоге, проходя мимо этих домов, получается, что мы собираем взаимодействие с каждым домом И вот это взаимодействие с каждым из участвующих домов в конечном итоге сольется в определенную композицию общего квартала То есть, условно, у каждого дома есть своя мелодия, своя музыка, своя история И в финале это будет общее... Что за... Что происходит? Не знаю Мы не трогаем микрофон, и что-то происходит Макс? Марсюм Кузьм Я надеюсь, этот треск слышали только мы, а не все наши А сейчас нам придут и что-то попробуют починить, я так понимаю Да Да? Все хорошо Не обращайте внимания, продолжаем Продолжаем Ничего не трещит Вот И в этом, в этой ансамблевости, в этой финальной соединенности, цельности всего спектакля И есть тоже основная идея Но это вот как раз как бы та карта, которую мы видим целиком На которую мы смотрим сверху с высоты птичьего полета Вот И будет еще несколько Мы можем, в принципе, сказать про какие-то конкретные дома Например, про китайский тот же домик Маша, расскажи, пожалуйста Я вот сразу перед тем, как мы к Маше перейдем, чтобы потом не перебивать скажу То есть это не экскурсия? Нет Не экскурсия? Нет, нет, нет Там не будут рассказывать про историю домов, про легенды Там как спектакль-променад То есть когда люди перемещаются И еще просто сейчас вот в чем какая-то для меня, например, очень большая ценность таких вещей Что я как зритель в нем чувствую себя все равно более свободно Потому что у меня есть возможность наблюдать Ну то есть как бы в театре, да, в настоящем ты приходишь, ты покупаешь билет Ты садишься, и у тебя есть свое место И с этого места, с этой точки ты наблюдаешь за происходящим Да, здесь же так же точно, как, ну не знаю, как в музее находясь, да То есть в музее тоже очень часто делают какие-то перформансы и вещи Но ты свободен в своем перемещении И это абсолютно такой, есть, в этом и есть социальный договор такого спектакля Что ты можешь наблюдать из этой точки, ты можешь отойти, ты можешь подойти Ты можешь очень спокойно уйти, если тебя это как-то не зацепило Эта свобода перемещения, она распространяется в принципе на все ощущения Ты свободен смотреть, выбирать, чувствовать, ничего не чувствовать Тебе нет никакого там, никакого наказа понять что-то Ты можешь ничего не понимать, ты можешь ничего не слушать Но ты можешь попытаться свою версию происходящего А там в том-то и дело, что нет каких-то таких жестких объясняющих, нарративных каких-то повествований Хотя там, опять же, есть элементы лекции, да Есть какой-то момент, связанный с условно-просветительским каким-то, может быть Где-то история немножко присутствует Да, 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 но они, опять же, не буквально Они очень сильно отрефлексированы театральной оптикой Там нет такого, что вот вы пришли на, ну скажем, на экскурсию наших экскурсоводов Не буду называть фамилии На любую городскую прогулку, прогулку, экскурсию вы пришли Это не это, это не так Это именно что спектакль, который можно, если захотеть, понять, прочитать А если нет, можешь просто прогуляться в толпе приятных тебе людей Выбор за каждым остаётся И посмотреть на наш город немножко другими глазами, да? Совершенно верно Просто посмотреть хотя бы, потому что мы всё время обычно бежим куда-то по делам, да И не замечаем, ни на чего мы бежим Одна из важных как раз идей спектакля Это попытка вырваться из повседневности и из рутины Потому что вот был такой момент, когда мы с одной из актрис разговаривали Она говорит, что я прохожу по этой улице каждый день И когда мы начали вот разбирать, что здесь находится Какие там элементы, какие детали Вот этот выход из повседневности, из рутины, из бега И возможность заметить какие-то мельчайшие, очаровательные Какие-то совершенно прекрасные, исторические, в том числе детали Это тоже одна из задач спектакля Мы перебили Машу Маша что-то хотела сказать Что хотели? Про дом, про китайский домик Про китайский домик Да, да, можем вот про один или про два, про несколько домов поподробнее рассказать Чуть-чуть остановиться Как будет? Да Как чувствуешь? Ну, китайский домик, это, наверное, самый любимый у всех домик Да, самый любимый в том плане, что все хотят его спасти И все хотят, чтобы он остался, этот дом И, к сожалению, к сожалению, вот пока нет Пока никак И мы... А там, по-моему, ведь выкупили его, да, или нет? Мы его выкупили, но тоже всё равно перспективы очень туманны Даже при том, что выкупили И поэтому домик мы этот хотели показать как некую красоту Которая была... А там сохранилось вообще что-то? Конечно Что-то сохранилось Там сохранилась лепнина Там сохранились двери И вот в китайском домике у нас, наверное, будет история всё-таки вот красоты Ну, это для Маши красоты Ну, вот для меня, да То есть вот именно с точки зрения... Эстетической Эстетической, да Вот, а вообще там, да, будет немножечко глубже Ну, вообще всё вот это вот Я сейчас слушала, и у нас такое слово авангардное всё такое вот просто Для нас это было и есть Вот для меня это такой вот прямо вот авангард-авангард Там действительно очень много всего Там есть и ощущение руины, руинизации, ухода Потому что сколько раз... Семь раз был пожар Горел, да То есть вот этих стихий, огня, земли, дерева, различных материалов То есть это всё входит в какое-то определённое взаимодействие Как с чувственной, какой-то воображаемой Так и прям с буквальной материальностью, которая там присутствует Это тоже всё будет вокруг этого домика Там будут и инсталляции, будет звук, будет движение Будет такая очень сложно сочинённая как раз история связана И в том числе и с историей этого дома А это с каждым объектом будет происходить что-то подобное? Или у каждого своя какая-то история? У каждого своя история Да, да, да То есть мы не ленились Мы для каждого дома абсолютно разные придумали И отпустили себя, свою фантазию тоже в этом плане Да, сейчас мучаемся как эту фантазию заземлить и реализовать Так, стоп, хватит придумывать, да? Остановитесь Не, ну на самом деле у нас было, мы собирались каждый раз Когда у нас каждый раз новые какие-то идеи возникали Переписывался спектакль каждый раз заново Перерождался Да, да, да Я почему ещё и говорю, что его ещё нет Потому что за оставшиеся два дня он может быть переделан ещё Понятно Несколько раз Убегаем на рекламу, вернёмся, продолжим с нашими гостями И думаю, что успеем ещё немножко поразыгрывать призы Культ поход Возвращаемся в эфир Второй час культ похода Я напоминаю, что мы будем, конечно же, разыгрывать сегодня призы Буквально вот через несколько минут начнём это делать Мария Русинова, Ирина Врежнева, Гульнара Гарипова в нашей студии Сегодня Гульнара выступает даже как гость Совместно гость и ведущий Мы сейчас Ирине, да, скажем, что нужно будет надеть наушники Потому что если мы будем задавать слушателям вопросы Только в наушниках можно будет услышать их ответы Да Но прежде чем мы перейдём к розыгрышу Мы должны сказать, что у спектакля Будущее, прошедшее в настоящем Есть возрастное ограничение, наверное То есть мы всех призвали записываться А можно ли с детьми? Ну мы поставили 12+, там это вот такое довольно условное Там нет, безусловно, никаких сцен, которые могут вызвать травму у ребёнка Там, по большому счёту, можно там... Мне кажется, там есть картины, которые могут вызвать травму душевную даже у взрослого человека Судя по тому, что я рассказываю Конечно, судя по тому, что Мария рассказывает Ну, да Ты только начинаешь об этом задумываться О том, какое богатство мы теряем Там, вот Мария говорит, двери Я тут же вспоминаю все города, в которых я была, например, с историей города, да Где вот эти вот вещи, они просто сохранены А если уж их не могут сохранить в городской среде То их как-то передают в какие-то, не знаю, там, бутик, отель или ещё куда-то Где хозяин сохраняет это богатство А у нас вот ощущение такое, что всё это куда-то сжигается и на свалку уезжает То есть единственное, чем можно травмироваться в спектакле Это вот этими ощущениями, да, вот этими чувствами Потери, потери Да, то, что касается законодательства, тут мы не нарушаем У нас нет никаких связанных там сцен с насилием, алкоголем Или что там ещё у нас запрещено Но смотрите по... 12 плюс Но надо сказать, что это ведь, наверное, не полчаса займёт всё-таки Это дольше по времени Поэтому если вы идёте с маленькими детьми Просто понимаете, сможете ли вы до конца там выдержать, условно говоря, маршрут с ними, да Да, и смогут ли они... Воспринять Воспринять, будет ли им интересно Да Но опять же, можно уйти, если вдруг что, то никто не заставит вас остаться И не могут ли они помешать случайно там каким-то звукам Да, всем остальным воспринимать Ну вот, в общем, 12 плюс возрастное ограничение Да, да, да И мы должны сказать, что у нас сейчас список призов будет озвучен Он несколько изменился Давай прочитаем В сравнении с прошлым часом Туда добавились две книжки взамен уже выигранных Надо сказать, что мы разыгрываем пригласительный в кинотеатр дружба На любой фильм и сеанс Вы можете выбрать Книги от магазина «Читай город» по-прежнему Мария Аполейко, пёси и байки Всё, что сказала бы ваша собака Умея наговорить Прекрасный польский автор и художник И картинки, и истории смешные и трогательные 12 плюс Ричард Осман Клуб убийств по четвергам Опять я читаю про эту книжку Весёлая и грустная история О раскрытии преступлений четырьмя жителями дома для престарелых 16 плюс Мысли, афоризмы и шутки выдающихся женщин Отыскал, перевёл и привёл в систему Константин Душенко При участии Галины Манчха 0 плюс возрастное ограничение Трейси Шевалье Тонкая нить Трогательная история О 38-летней ваё лет Её мечте стать счастливой 16 плюс Ну и галерею прогресса мы не забываем Да, сегодня там стартует Москл Шортс Фестиваль московский кироткометражного кино 18 плюс возрастное ограничение Времени, начало я не помню По-моему, 18 часов Надо уточнить на сайте галереи Завтра тоже будет И напоминаю, что можно ещё пойти Посмотреть фильмы фестиваля В парке Аполло Будет воскресенье А пригласительно мы разыграем на фотовыставке И на кино тоже На сегодня и на завтра Если вдруг кто-то не сможет в воскресенье И на фотовыставке Улицы Лагранжа Александра Родченко 0 плюс Которые я неизменно рекомендую Всем они восхитительны Сходите обязательно Ну что ж, переходим к розыгрышу Первый вопрос Ирина? Да, я задам такой вопрос Он, с одной стороны, на угадайку На шанс выиграть Что-то приятное На интуицию Понимаешь? На чувственность Не, угадай Интуиция Это красивое слово У кого что лучше работает Угадай-ка Или интуиция Опять же И воспользуйтесь этим Я задам такой вопрос Какое количество локаций Будет использовано В нашем спектакле Променаде? А можно я поправлю Не локации А домов Участников Авторов Я бы как раз Знаешь, Гульнар Оставила всё-таки локации Потому что Вот у меня сейчас вопрос По поводу количества домов Как их посчитать? Если это локации То тогда это пространство Получается Так, то есть А мы не будем подсказывать То есть Давайте попробуем угадать Нет, я дам три варианта ответа А, хорошо Три варианта ответа И это будет Три локации Мы используем Пять локаций Или семь Три, пять и семь Какие числа красивые 211-101 Звоните, дорогие радиослушатели Три, пять и семь Я вижу, что гости наши Разошлись во мнении Сколько же локаций Вот поэтому вопрос звучал Звучало там Сколько же локаций И не сколько домов Вот так мы и договаривались 211-101 Слушайте, прекрасно Добрый день Как вас зовут? Алло Да-да-да Как вас зовут? Добрый день Меня зовут Наталья Да, Наталья Хочу попробовать угадать Я думаю, наверное, пять Серединку выбирает Наталья Это правильный ответ Вы угадали Ух ты Чем вы руководствовались? Угадай-ка или интуиции? Ну, три, наверное, слишком мало Семь, наверное, слишком много Опять так серединка То есть логика и разум Разумом вы руководствовались Совершенно правильным путем Пошли Наталья, какой приз вы хотите? Куда вас отправить? Книжку про собаку Книжку? Ура! Наконец-то Мария Полейко найдет своего хозяина Книга Прекрасная книга, Наталья Хороший выбор Да, мы очень за вас рады Спасибо вам Всего доброго А сейчас расскажите мне, пожалуйста Что это было? Что за пантомима тут была? Пока мы задавали вопрос Между Ириной и Гульнарой и Марией Почему они друг другу на пальцах Показывали какие-то числа? Это вот и есть та самая горизонтальная структура Когда никто не знает у кого что в голове на самом деле Вот Нет, все верно Там действительно пять Пять локаций Пять, пять Да, есть еще финальная локация Которая Просто финальная локация не является домом Поэтому если бы мы говорили про дома И опять же одна из локаций Она связана с двумя домами И как бы тут вот Как угадать даже Как их посчитать Поэтому в итоге все равно И домов, и локаций пять получается Ну что ж Следующий вопрос, Маша У меня будет по персонали Вопрос Связанным и с нашим спектаклем И с городом Легонький вопрос Чем прославилась Артель Джимахадзе В начале двадцатого года В Вятке Ну и соответственно Как эта артель связана С нашим спектаклем Как эта артель связана С спектаклем Будущее прошедшее Кто хочет такой Нет, мы не скажем Мы не скажем Если мы скажем Сразу все поймут Сразу все, конечно Конечно Ну это мне кажется Это очень простой вопрос Я согласна Для людей, которые Хотя бы чуть-чуть Об истории нашего города Что-то слышали Или читали Хотя бы на одной Экскурсии какой-то Городской побывали Это очень простой вопрос 211-101 Чем прославилась Артель Джимахадзе Джимахадзе В начале двадцатого года В Вятке 211-101 И как это связано Со спектаклем Будущее прошедшее В настоящем Это самая артель Это самая артель Да-да-да Великолепный момент Когда мы Связаны с Джимахадзе Скажем так Лекцию записывали Здесь Вот прямо В этой студии И на твоем месте Аня сидела Актриса И как она произносила Эту фамилию Джимахадзе Это просто великолепно Конечно Сейчас услышим Как произносит Эту фамилию Наш слушатель Но сначала узнаем Как его зовут Добрый день Алло Алло Здравствуйте Здравствуйте Александр Да, Александр Вы у нас по-моему В прошлом части Призы выиграли Да, хорошо Какой вы жадный Нет, наоборот Умный, активный Внимательный слушатель Хорошо, ладно Аня, что ты говоришь? Ну я же Я же Хотела сказать Шуткой Любя, да Александр Давайте, рассказывайте Ваш ответ Артель Джимахадзе Занималась Лепниной Сам Джимахадзе Был художник Монументалист Он делал Такие Лепнины На домах И внутри Домов Декор Получается Да Декор Так А как это связано Со спектаклем Будущее прошедшее Настоящее Как связано Со спектаклем Я не знаю А давайте попробуем Угадать Мы же рассказываем Да, что спектакли Про старую вятку Мы тут объекты Некоторые называли Локации Локации Некоторые называли Давайте, давайте Александр Подумайте Нет, ну слушайте Ну вот Был Дома Дома Которые в народе Прозвали Китайский домик Да, да, да Он непосредственно Связан Он один из Вот этих Как раз Образцов Артели Джимахадзе Один, наверное Из немногих Оставшихся Три осталось Спасибо вам большое За правильный ответ Какой приз В дружбу В дружбу Хорошо, Александр Александр получает Билеты в дружбу У нас остаются книги Напомню Галерея прогресса Прекрасная И у нас есть время Задать еще один вопрос Сколько у нас времени Скажите? Еще три минуты Вопрос будет очень сложный Да? Да, да, да Готовьтесь, дорогие радиослушатели Никто не ждал Галерея От вас легких вопросов Конечно Не ждите легких путей От философа Итак Есть Очень важный термин Который Наравне с названием Также схватывает Всю суть нашего спектакля И я сейчас его назову А вы, пожалуйста Дозвонитесь И расскажите Что же он обозначает Итак Это термин Это термин Архитектоника Пожалуйста Позвоните И скажите Что означает Архитектоника Это гуглить-то можно Хотя бы? А если я скажу Что нет Кто-то поверит? Три минуты У слушателей На то, чтобы понять Что такое архитектоника Дозвониться нам в эфир И быстренько Своими словами Изложить версию И выиграть приз 211-101 То понятие Которое тоже схватывает Весь спектакль И его отдельные части В том числе Мы еще забыли сказать Что, конечно же Наш спектакль бесплатный То есть туда Не нужно покупать билеты Но нужна регистрация Я напоминаю Для того, чтобы было понимание Сколько человек будет И есть определенные ограничения По количеству Есть у нас слушатель Добрый день Здравствуйте Да, здравствуйте Татьяна Да, Татьяна Архитектоника Это внешний вид Вот близ Расположенных домов Там, например Или барокко Или какая-то классика Или Они немножечко В разных стилях Татьяна, я прошу прощения Как-то вот у нас Гости головами качают Это немножечко Не в ту сторону Да, вы правильно Говорите То, что внешне выглядит Архитектурный Ну вот Нет, не то Далеко Ну, давайте Немножечко подскажем Татьяне Давайте К тому же У нас очень мало времени Осталось Никто больше не успеет Дознание Татьяна, смотрите Вы абсолютно правильно Говорите о нескольких домах О домах И здесь Главный ответ Он связан с Опять же Частями И целым Вот подумайте Над частью И целым И как это может быть В итоге Это должно быть Взаимосвязание Обязано Более-менее Чтобы эти стили Были не в диссонансе А создавали Красивый Внешний вид Посмотрите Как красиво Татьяна Как красиво Татьяна рассказывает Вот А вы говорите Что у нас Зрители Не поймут Не знают Надо попроще Вот Надо задать Сложный вопрос И тогда И будут люди Размышлять Конечно Спасибо вам огромное Татьяна Я чуть-чуть поправлю Но ваш ответ Засчитывается Так верно И поэтому мы вас Приз попросим выбрать А потом Подожди Нет Я скажу Что архитектоника Все-таки Это построение Художественного Произведения Его выстроенность Означающая Ясно Воспринимаемую Цель Цельность Цельность Какой приз вы хотите Я потом Потому что у меня Тут медсестра Показывает Хорошо Татьяна Мы поняли Мы поняли Да Хорошо Я вам перезвоню После эфира И мы с вами Выберем ваш приз Спасибо большое Татьяне Спасибо всем Слушателям Нам пора Загуляться Пожалуйста Приглашайте еще Благодарю Марию Русинову Гульнару Гарипову Ирину Брежневу И всех горожан Приглашаю регистрироваться На спектакль Будущее прошедшее В настоящем В это воскресенье В 16 часов На Орловской 23 Все начинается Но не забудьте Зарегистрироваться Ссылка на регистрацию Есть в группах Вконтакте Центра Центра русской культуры Письменности Мир Томсуэрфест У Гульнары У Ирины Брежневой У Марии У Марии Русиновой Если успеете 26-го То 23-го июля Спасибо До свидания